Продолжаем проходить Дельта Тревеллер, и я снимаю уже там, которую, седьмую серию, кажется, за сегодня, потому что хочется всё это допройти уже за раз и больше не париться. Попаримся просто только сейчас. Итак, последнее, что нам нужно сделать, это стереть это сохранение с фриском, которое у нас имеется, и перепройти его ещё раз уже на путь геноцида. Просто посмотреть, что из этого получится. Возможно, ничего не изменится, конечно, я проверю, может быть, это всё пустая трата времени, но в любом случае, что-то может и поменяться. Всё-таки сюжет у нас уже немножко изменился, и тем более, мы же можем атаковать Ториэль, наверное. Давайте мы это всё сейчас выясним. Я не знаю, конечно, может быть, я что-то упустил, может быть, можно было в предыдущей серии в конце с Гастером как-то по-другому в итоге что-то сделать, чтобы он нас не успел убить, или, может быть, перенаправить его атаку на эту самую Нуаэль, или кто-то там ещё был. Такс, но без понятия, короче, это всё не так уж важно. Так, это мы скипаем, это у нас стандартная тематика, пока мы не доберёмся до первого врага, можно, в принципе, ничего не смотреть, потому что нам ещё придётся фармить и так далее. Я не знаю, буду ли я в кадре это делать, учитывая, что это, может быть, сложно немножко. Ну да ладно. Я ничего пока что ещё не выложил из того, что я заснял, потому что, блин, мне там наспойлерят 100% всё, что только возможно наспойлерить. А так я хотя бы что-то узнал сам. Все эти великие открытия, которые у нас тут были в этом сюжете. Это здорово. Возможно, я какие-нибудь пасхалочки упустил, какое-нибудь оружие, какие-нибудь ситуации или ещё что-то. Но вы уж извините, вы, если что, попытаетесь сами там на 100% всё это добройти. А я пока что просто постараюсь как-нибудь тут поиграться в пути геноцида и на этом закончить прохождение Дельта Требелера. Так. Всё. Вот здесь начинается наше первое действие. Дышь. Готов. Один рубль из него выбили. Почему ты сразился с манекеном, моё дитя? Мы не хотим же никому повредить, не так ли? Вот почему я сказал поговорить с манекеном. Ну, в общем, пойдём уже. Фу. Этот манекен просто превратился в пыль. Это довольно странно, если честно. Допустим. Тут есть ещё один пазл, можете решить его. Так. Сейчас у нас будет битва с Ториэль, между прочим. Так что давайте-ка, пожалуй, выясним, что будет, если с самого начала начать путь геноцида с тем, чтобы её немножко загеноцидить. Если это, конечно, получится. Не факт, что получится, увы. Но нужно это выяснить. Вот. Поехали. Добрый фриск нас защищает, и мы начинаем битву. Ториэль блокирует путь. Сьюзи отказалась сражаться. Нехило. Моё дитя, кого хрена ты делаешь? Почему ты меня бьёшь? Потому что нехрен было первой атаковать, чё-то хотела. Так, понятно, Сьюзи сражаться не хочет, поэтому придётся нам как-то без неё справиться. Защитить Сьюзи. Нет, мы не будем этого делать. Правда, у меня, наверное, и выбора нет. Скорее всего, на меня так и так замочит, скорее всего. Ещё пара ударов, и всё. Я уже не смогу, получается, сражаться совершенно. Ну ладно, проверим, так уж и быть. Мне же нужно начать путь геноцида полноценно. А, ну вот, Сьюзи, в принципе, за нас получает звездюли, поэтому нормально, вполне. Расхиначим её. Ты понимаешь меня? Этот монстр опасен. Уйди от неё. Да ну. Монстр опасен, преднамотакуешь меня именно ты, чёртова лицемерка. Капец. Какая же ты всё-таки несчестная, а? Так. Рудбастера пока что не можем, но Сьюзи, скорее всего, не будет его использовать. Нам нужно ещё обратить её на путь зла. Перестань так на меня смотреть, говорит Ториэль. А я смотрю на неё, видимо, как на хороший закусонг-закусонг-пивасу. Так. Ториэль пока что атакует, я смотрю, только Сьюзи. Сьюзи кастует Рудбастер в стену. Ты охренела, что ли? Ладно, понятно. Я просто не понимаю. Так. Сьюзи, короче, звездец сейчас придёт. Наконец-то. Моё дитя. Уйди теперь с дороги. Я могу покончить с ней. Что ты делаешь? Похоже, что Ториэль теперь может послужить Сьюзи. А может получить звездюлей ещё немножко. Хе-хе. Нет, теперь я понимаю. Я зря пытаюсь навредить кому-то, кто ничего не сделал. Я просто так боюсь. Я боюсь планов Асгора. Я боялась так долго. Возможно, пора наконец-то открыться. Я извиняюсь за то, что я сделала с тобой. Я буду счастлива услышать твою историю. Спасибо. Ну, меня зовут Сьюзи. Ты знаешь кого-нибудь по имени Крис? Крис? Я никогда не слышал о это имя раньше. Блин, ну ладно. Тут то же самое всё получается. Блин, вот я заставил Сьюзи упасть, если бы я этого не сделал, если бы я не получил урона настолько... настолько много. Даже не знаю, выяснять это или нет, если честно. Мне просто интересно. Надо попробовать хотя бы. Ну вот, то же самое. Я перепрошёл битву, Сьюзи у нас не сдохла и всё равно не изменилась. Жалко, жалко, понятно. Не получится её убить честными методами пока что. Жалко. Было бы интересно, если бы у нас так сильно изменился сюжет от того, что мы начали, замочив Ториэль. Ну ладно, не получится, короче говоря. Вот, мы получаем телефон, всё то же самое, пока что ничего нового. Ничего, ничего, сейчас мы начнём, значит, этот путь геноцида, так уж и быть. Это будет весело, пойдём, Сьюзи, пойдём. Сейчас мы устроим здесь настоящее веселье. С Ториэль не получилось, ладно, так уж и быть. Постараемся сами справиться. Тем более, что в отличие от Криса, Фриск не привязан к Ториэль, поэтому навряд ли он будет сопротивляться в конце. Помните, как Крис зарезал самого себя, когда мы начали угрожать Ториэль, вернее, рассказывать о наших всех развлечениях, которые мы успели здесь устроить. Так. Ну, короче, нас ещё ждёт, конечно же, нелёгкая битва, потому как все вот эти вот фраги, да, они весьма жирные так-то. Их всех зачищать придётся, наверное, долго. Возможно, что я не буду делать это всё в кадре, а то, блин, столько народу мочить, просто задолбаешься. Тут сказать особо нечего. Я ещё в геноциде... И Орфбаунда тоже там тупил и думал, как же, как же мне комментировать происходящее. Начал комментировать, надо просто всех мочить так-то. Ну-ка, чё теперь скажешь? Квак-квак, извиняюсь человеку. У меня есть свет ещё в сражении с монстрами. Монстры очень опасные, агрессивные. Так. Ладно, это всё бесполезно. Заберём у него конфеты, пожалуй, все. Да, возьмём все. Из-за вашего маленького размера вы еле смогли достичь миски. И, взяв вторую конфету, вы уронили все остальные. Опс. А почему я, блин? Почему она это не смогла сделать? Тем более, это Сьюзи. Она бы просто спала это всё высосала. Тоже мне. А чё, получается, обычный флокит превратился в финального? Какого, спрашивается, хрена? Когда он так проапградился за кадром, этот чёрт-чёрток читер? Так. Допустим. Нужно, конечно же, поубивать немножечко так в кадре, чтобы знать, что Сьюзи там может нам что-то скажет интересное. Может быть и нет, конечно. Тем более, что битвы эти, в целом, достаточно простые. Я к нему уже привык. Такс. И всё мы это делаем, уже заранее зная, что это всего лишь выдаст нам пару реплик Гастера. Как его там звали? Да, Васяна Димоновича Гастера. Как-то даже печально, ради такой фигни мы тут страдаем и стражаемся без конца. Так. Начало положено. Ну и просто так посмотрим немножечко для галочки. Тема тут та же самая. Тоже перезаходим по три раза на каждую локацию, чтобы всех вырезать. Единственное, только что с этими флокитами будет немножко проблематично, они довольно жирные. Не так уж быстро будут проходить битвы, и из-за этого я думаю, что фарм проще опять-таки всяких вырезать, не знаю, чем всё это заснимать зачем-то. Тем более ещё со всеми этими флоксилотами и прочими живущими тварями. Так, посмотрим. Есть. Первый уровень получен. Мы услышали знак, показывающий, что мы заслужили право перейти на пути иноцида, и давайте теперь двигаться. Тем более, что Сьюсь походу в порядке. Ну, немножко грустная походу стала, получив новый уровень. Не-е-е-е. Сделаем её ещё грустнее. Попозже. Так, получил я иммунитет к трещинам. А вот к за трещинам иммунитета у неё, к сожалению, нет, поэтому она будет у нас тоже огребать. Никаких сожалений. Но да, паксилот-то он, конечно, лёгкий, да я перепутал его с этим самым желе, вроде бы желе более живучее, насколько я помню. Так. Готов. И сейчас занимаемся ещё большим количеством фарма. Я пока что подумаю, но это просто пока поснимаю как есть, а потом, если что, на монтаже просто повырезаю всё лишнее. Потому что мне что-то хочется за одну серию всё закончить, потому что и так видно, что у нас, в принципе, здесь мало новых реплик уникальных. Тут кроме, вообще-то... Такс. Кроме того, что будет в доме, то рель, скорее всего, ничего нового мы и не услышим. Так что посмотрим. Пока что поснимаю всё как есть, потом повыпиливаю, сделаю одну финальную серию и усё. Наконец-то у нас будет готов Дельта Трэвеллер. Вим Салот от нас сбегает, так-то. Не-не-не. Вот это мне нравится, что эта тема снова появилась. И чё-то не помню, они сбегали от нас в первой главе Дельта Трэвеллера обычной. И это уже подзабыл малость. Но здорово, что сейчас сбегают. Получили всё, что можно, поехали дальше. Так. Синамон или Баттерскотч, ничего нового, пока что валим дальше. Ага, здрасте, товарищи. Выдавайте мне, пожалуйста, много-много экспы. Я жадный, мне нужно всё. Такс. Ну ничего, в принципе, битвы достаточно тривиальны, когда к ним привыкаешь. Это, конечно же, не значит, что я не буду получать Звездюли, может быть, даже смогу подохнуть, мало ли. Я могу быть и настолько плохим. Такс. Но ничего страшного. С Флауей и Цветиковичем справились с первого раза, так что и здесь тоже справимся как-нибудь, возможно. Вот, в принципе, да, хардмод-то он не сильно меняется. По большому счёту, то же самое, что было в Андертейле. И битва с Флауей вроде бы такая же, как обычно. Ну, может быть, она стала чуть сложнее, может быть, но я не особо-то заметил разницы. Мне больше показалось, что это я просто уже отвык от него, и поэтому там получал Звездюли. Но, возможно, струна и стала сложнее. ХЗ. Всё равно, всем этим товарищам всё ещё далеко до Санса. Сансу всё ещё гораздо легче меня вырубить, если я загружу сохранение геноцида и пойду сейчас и махаться. Он из меня, скорее всего, сделает меня просят пройти иногда те или иные моды. Ну, зачем, блин? У вас же есть Декарт для этого. Он там столько модов всяких наснимал уже за все эти годы. Какой смысл просить меня, если я не сделаю это более интересно, более интересно, как его? Так, а поскольку на этом даже теперь не заработать из-за отсутствия практически полного монетизации на Ютубе, я уже и не вижу смысла пытаться на чём-то хайпануть, в том числе на всех этих андерпиловских модах. Ну, конечно, проходить интересные моды это хорошая тема, так или иначе. Но вот делать ли это в кадре или лучше просто для себя это делать? Есть ли смысл снимать летсплеи, когда тебе всё равно? Есть ли смысл снимать летсплеи заранее, не проходя игру, если тебе всё равно всё спойлерят в комментариях? Это тоже хороший вопрос. Такс, пока ещё я не определился. О, мы уже начинаем наносить хороший урон, наконец-то, начинаем валить их с двух ударов. Это уже похоже на обычный андертейл, без всяких там модов и прочего. Хорошо, начинаем. Так, ну это понятное дело самые халявные враги, чё я хочу? Посмотрим, вставлюсь ли я с Флауи. Я заметил, что у нас в битве с Флауи не было возможности использовать красный бастер, потому что Криса с нами не было. Такс, то есть уже тоже хардкор небольшое, небольшое усложнение. Эй, не то чтобы я была против, но типа, ладно, я против, какого хрена мы делаем? Почему мы типа охотимся за врагами? Это место тебя так сильно пугает или что? Серьезно, я думаю, что тебе стоит просто их игнорировать. Они все равно пустая трата времени, ты знаешь? Чё вообще должен значить этот взгляд? Ты вообще слушал меня? Конечно, я не слушал, я как бы спиной к тебе стою. Ох уж эти геймплейные ограничения. Так, надо подлечиться сейчас малость. Ну, то есть пока что мы идем неплохо для начала. То есть я уже подзабыл, надо было, наверное, надо было, надо было, наверное, пересмотреть свой летсплей и посмотреть, какие там уникальные реплики, где выдает Сьюзи, чтобы я уже заранее знал, что мне снимать, а что мне не снимать, потому что я пока еще не определился, как я это все потом нарежу, чтобы сделать один ролик, минут там, максимум на 40, но желательно меньше, потому что мне уже что-то в лом снимать, много дополнительных серий. Если уж мы путь пацифиста прошли за одну серию, то и путь геноцида было бы хорошо пройти за одну серию и уже с этим сразу же закончить. Но ничего не обещаю. Ну да, тем более, что нас еще все равно немножечко так попрессовывают все эти враги, даже если мы с ними хорошо знакомы, это не значит, что мы не будем от них огребать только так. Такс, ну посмотрим, посмотрим, я, конечно, сделаю свое лучшее, постараюсь в том числе не профукать в этот раз все лихилки на всякий случай, то мало ли, может быть, сражаться с тем сосудом у гастера будет труднее в геноциде, не знаю даже. Пока что это было легко, со второго попытки сразу же понял, что делать, но не факт, что так будет и дальше. Но проверим, проверим. Итак, мы пока что немножко пофармили за кадром, и в принципе, кажется, мы готовы двигаться дальше. Так, я все время забываю про этот долбанный рутбастер. Да, нужно чаще его использовать, с ним же гораздо быстрее проходят битвы. Хотя, с другой стороны, если его не используют, то больше денег заработаем. Да, я такой жадный. Но в принципе, ладно. Деньги мне особо здесь не понадобятся, но понятным причинам, все, что мы сможем закупить, это этот вонючий паучий сидор. Хотя, по идее, его тоже можно побольше заготовить. Такс. Это я просто так сейчас записываю сражения еще и с этими желейками, чтобы я их не пропустил, чтобы я их тоже заснял, как мы их хорошенько отметеливаем. Вот так вот. Все, все готовы, мы всех замочили во всех предыдущих локациях. Так, осталось 24, нам теперь пишут. Это удобно, конечно. Крису это вроде бы не писали. И дальше у нас то, что мы уже знаем. Привет. О, это вы. Вы здесь, чтобы меня побить? Да. Воу, воу, постой, по секунду. Почему бы не дать мне поговорить с ним? И сюда идет на пстаблук, такой же, как обычно. Ну, мы знаем уже, что с ним сделать. Просто тут блуждаю, или типа того. Вот, чел, сейчас ты опять пожалеешь о том, что встал у нас на пути. Мы тебя один раз замочили, придется теперь еще раз тебя замочить. Рудбастер. Готов. Шо за нах? К-как вы... Вы, ты использовал ее, чтобы убить меня. Только потому, что я хотел поспать у нас на пути, придурок. Почему? Покачанул, блин. Вообще не видят в своей действии, в своей сверке, какой логики. Почему? Почему ты заставил меня сделать это? Он даже ничего вообще не делал, кроме того, что пытался нас убить? Что вообще у тебя за выражение лица? Это не смешно. Я знаю, что у меня роль защитить тебя, но... Если ты сделаешь что-то вот такое снова... Я постараюсь, чтобы свет в твоих глазах угас. Так что перестань меня напрягать. Так, может быть у нас финальным боссом будет Сьюзи в этот раз, а не Флауи. Это будет интересный поворот, между прочим. Ага, Фриск теперь стал таким же, как Крис прямо. Может быть даже та же самая иконка, хз. Так, хорошо, Сьюзи нам угрожает, это сурово, конечно. Так, понакупаемся у этого дерьма, нам все равно деньги девать некуда. Ну и, кстати, да, раз такое делать, что там, 10 хп, это фигня все. Выбросим это дерьмо сюда, выбросим это дерьмо сюда, и купим максимум этого Сидра, потому что, чувствую я, мне придется очень много бухать, если мы будем с Сьюзи сейчас и дальше так отношаться. В отношении Криса она так не угрожала, да, такого ничего не было. Так что, это значит, что у нас, возможно, будет серьезный поворот в конце, посмотрим. Так, Торель, там тоже самое трендит, улитки, 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 улитки и прочее. Так, ну и придется, получается, еще и всех остальных здесь валить. У нас, скорее всего, я так понимаю, не будет сейчас никаких интересных реплик, поэтому проще, наверное, забить и вернуться к записи, когда я закончу зачищать все оставшиеся руины. Тут у нас, в принципе, еще довольно много всякого народу, нужно хорошенько вот так вот пожухать. Одному замочили. Так, ну и давайте я просто так чисто для галочки засниму победу всеми этими врагами по отдельности, и все, после чего всех остальных я тупо за кадром наубиваю, потому как явно в кадре делать мне это все не нужно. Серия будет ненужно длинная, когда мы уже и так знаем, что там нужно просто заниматься тупым фарбом, которым я уже достаточно занимался в кадре еще в Иордбаунде. Вот так вот. Видите, со всеми врагами мы сейчас спокойно справляемся, поэтому проблем у нас, очевидно, не будет. И вроде бы тут дальше ничего особенного тоже нет, там же вроде бы находится этот холл, который поворачивается постоянно. Сьюзи там в нагул ходит сквозь стены. Ну-ка. Да, все правильно, нужно сейчас здесь все нафармить, я сделаю это за кадром и вернусь, когда будем готовы продолжать путь. И вот мы закончили практически с фармом, осталось только два врага, о чем нам милостиво подсказал Чара, скорее всего, через файл сохранения. И давайте же нарежем последнюю парочку овощей, так сказать. Вот так, хорошо идем пока что для начала. Рутбастером часто злоупотребляем, всех бьем, получаем немножечко урона, но ничего страшного. Здесь все легко, это уже даже на сложный режим не тянет. Такс. Ни разу в опасности мы не оказывались, и от этого только тревожнее, что же ждет нас в конце? Не окажется ли, что нам придется сражаться с Сьюзи? Да уж, Ноэль будет очень опечалена, если нам придется ее замочить. Но, увы, придется ли не придется, мы это скоро выясним. Все, всех убили. Вы стоите в пыли посреди оглушающей тишины. Вы ничего не чувствуете. Сьюзи тоже ничего не чувствует, ей вообще норм. А Фриск вполне себе радуется, да? Фриск вполне себе стал уже Чаровичем. Фриск Чарович Алкаш готов снова заниматься своими величайшими любимыми делами. Мочить всех до единого. Ну, хорошо. Обычных монстров мы нарезали только так. Так. Выглядит бесполезно. Этот ребенок может перестать на меня так смотреть? А ты можешь перестать позволять ему читать твои мысли? Это как-то странно. Ну, допустим, палку выбросили и пошли с нашим лучшим возможным оружием. Интересно, даже будут ли разрабы доделывать этот хардмод или же забьют на него, как забил Тоби Фокс. Если бы я могла просто убедить их, не... Эм, привет, мисс Дримур. Ох, привет, вы двое. А? Мое дитя, ты выглядишь не очень хорошо. Все нормально, дорогой? Может быть, ему нужно отдохнуть? Ох, тогда почему бы вам не зайти внутрь? У меня есть сюрприз для вас. Ну да, Крис в этот момент мог похвастаться и насчет сиркалом и убили, но Фрис, к сожалению, не может. Но если подумать, тебе это, наверное, не помешает поспать. Да, может быть, ты как раз сходишь с ума из-за этого места. Да, просто схожу с ума. Решимость. Давайте же выясним, чего она нас приведет. Добро пожаловать домой, ребята. Это гораздо больше, чем дом Криса. Сюрприз в холле справа. Встретимся там. Поехали. А, хотя нет, стоп, стоп, стоп. Нужно сначала проверить все. Чего у нас тут на всякий случай. Ну, кроме, конечно же, очевидного. Так, очевидного. А это барабанная дробь. По какой-то причине здесь есть дорогой шоколад. А, ну да. Где ножи? Вот, вот. Шоколада нет, это фраза, которая у вас гора проигралась. Я просто забыл немножко. Такс, ну, ладненько, поехали. Заходить нам особо тут некуда и смотреть, скорее всего, тоже не во что. Разве что полюбоваться на зеркало. Это я, Фриск. Не Чара, всего лишь Фриск? Как же так? Сюрприз, я тут сделала комнату для вас двоих. Всегда вы можете сделать это позже, мы собираемся уйти. Да, это точно. Возможно, вы можете захотеть отдохнуть пока что. Ну, звучит хорошо. Отлично, я пойду за пирогом кремовым. О, отлично, хорошо отдохните, ребята. Скоро у нас будет кремовый пирог, шикарно. Ты знаешь, она не особо отличается от турели из моего мира. Теперь мне даже интересно, на что похожа я в этом мире. Пофиг. Как раз можем пока что отдохнуть. У нас тут долгая дорога впереди. Да, конечно, ты была совершенно не против всю эту долгую дорогу вырезать на рот. Что? Ты завидуешь, что я наслаждаюсь кроватью? Как насчет того, что ты поспал в своей, идиот? Поехали. Интересно даже, что нам сейчас скажут по этому всему. Как странно. Ты вошел в этот эксперимент просто чтобы причинять больше боли на других. и кроме того, ты также воскрешаешь дух мертвого. Мы... У нас есть два индивидуала одного и того же имени. Не считая твое имя, конечно. Тем не менее, эксперимент пока что был успешен. Возможно, тебе интересно, что я обсуждаю этот эксперимент. Он отличается от того, что я обычно планировал. Как только ты превзойдешь свое последнее испытание, я тебя принесу сюда. Скоро увидимся. Ну, тут в принципе то же самое. Только без сцены, где у нас были руки в крови. Эй, проснись! О боже, ты спал прямо типа два часа. Пирог уже остыл полностью, так что я сожрала большую его часть. Но я оставил у тебя кусочек. Что это у тебя за вид? Просто возьми его. Мы получили кусок пирога. Теперь давай валить отсюда. Я устал от этого места. Ну, кусок пирога пока что у нас был в геймплее в целом очень даже. Посмотрим, прибережет ли для нас Флауи что-нибудь по-настоящему хардкорное. Прошу прошения за то, что я продолжаю запинаться. О, смотрите, как кто встал. Ты хорошо отдохнул, походу. Вы скоро планируете уйти? Без понятия. Ну, хорошо. Надеюсь, что вы поговорите со мной перед уходом. Так, тут тоже самое процветы, короче говоря, говорит. Такс, ладненько, все. Сейчас мыленько сохраняемся и идем на цель. Посмотрим, что же с нами сделает Флауи. У нас есть прекрасный набор лечилок в этот раз и куча денег еще про запас. Такс. Жаль, правда, что сто рель не удалось ничего натрясти. Печально, печально, придется, видимо, ее щадить. Но все-таки, Сьюзи нам угрожала, Сьюзи говорила, что нас замочит, если мы что-нибудь еще такое сделаем. Интересно же, что нас ждет. Хорошо, что я ничего еще не проспойлерил, поэтому я не знаю, чем закончится эта глава в геноциде. Ага. Я извиняюсь, но мне нужно предупредить вас о монстрах снаружи. Да. Монстры опасны, я уверен, что вам не хочется, но вообще-то да, вам стоит лучше остаться со мной. Мисс Дримур, я уверен, что он благодарен за это, но я правда не думаю, что он хочет остаться здесь вообще. Не знаю, заметила ли ты, но я та, кто за ним ходит. Он знает, куда он хочет идти. И где он хочет быть, это явно не здесь. Да, здесь мы всех уже убили. Такие дела. Я понимаю. Желаю вам лучшей удачи. Будь хорошим, ага, моё дитя. Вечно говорит свою предсмертную фразу. Теперь я чувствую себя грустно, но я полагаю, что так и должно быть. В смысле, довольно бессмысленно останавливаться здесь. Давай двигаться. Давай, так уж и быть, двигаться на нашу финальную конфронтацию с Флауи. Из-за того, что я тут всё повырезал, выглядит так, будто Фриск идёт по голове у Сьюзи. Она его несёт, он чисто на ней топает. Топ-топ-топ. Да, из-за того, что я всё повырезал, серия будет, наверное, коротковатой, но ничего страшного. Такой же коротковатой, как и наша палочка, которую мы выбросили. Хе-хе. Ха-ха-ха. Ты над чем смеёшься? И так же, ты разве не был меньше? Я... до тебя доберусь. Дай-ка мне сначала поговорить с человеком. Говоря об этом, ты же не совсем человек, не так ли? Нет, ты пуст внутри, просто как я, по факту. Ты же Фриск, не так ли? Ха, просто шучу. Я точно знаю, что здесь происходит. Всё это? Ты же хотел, чтобы я подумал, что ты это он. Если бы ты правда пытался обмануть меня, вернее, если бы ты правда пытался обмануть меня, тебе стоило... Тебе стоило убедиться, что его здесь нет на самом деле. А вот он. Крис? Ха-ха-ха. Ты что, не слушала меня или что? Отпусти его. Отпустить его и позволить... И упустить мою... Упустить мою возможность воссоединиться с ним в другом мире? Ты идиотка, если думаешь, что я позволю вам сбежать. Так ты хочешь сделать всё по-плохому, а? Ну хорошо. Ты сейчас станешь компостом после того, что я с тобой сделаю. То есть она собирается его сначала сожрать, а потом, что называется, превратить в компост? Весьма трагичная смерть, да. О, правда? Что ж, это не может происходить. Это всего лишь дурной сон. И вы никогда не проснётесь. Вообще кто-то да выпендривается. Флауи атакует. Субтитры добавил DimaTorzok и Субтитры сделал DimaTorzok Готов. Да выпендрилась травка. Так-то. Хе-хе-хе. Хорошая работа, Фриск. Пока этот идиот в моём объятии не отбивался, я знаю, что только у тебя хватит кишков, чтобы отбиваться. Ха-ха-ха. Итак, Фриск, пришло время покончить то, что ты начал. Сделай это. Покончи со мной. Вы пощадили врагов? Что? Ты что, вообще мёртв в мозгу? Щадить меня? Ты разве не убил всех монстров в руинах? Ну же, убей меня уже. Ладно, так уж и быть. Просто ведь есть в сеть ещё дополнительные реплики, и я их, к сожалению, не засниму. Твой внезапный поворот против меня... Фриск. Ты... сыграл свой лучший трюк в жизни. Ха. Ха. Ага. И получили отдельную реплику за то, что сначала попытались его пощадить. Эх, столько всяких дополнительных реплик, которые так просто не заснимешь. Нужно самим играть. Фух. Это... правда было брутально. Фриск, а? Ты... знал этого цветка или что? О, да, Крис. Крис, ты в порядке? Слава богу, его сердце всё ещё бьётся. Но полагаю, что этот цветок вырубил его. Ты можешь перестать на меня так пялиться? Давай просто пойдём уже. Ну всё, получается. Это большой цветок. Похоже, что он сильно повреждён. Ничего, он поправится, если что. Снова ещё у нас встанет на пути. А может быть и нет. Ях, из-за чего ожидать от разрабов этой игры. Но пока что всё было достаточно приколенько. Да, хардмод. Мы его пока что вполне нормально прошли. И у нас осталась только одна битва, которую ещё нужно пережить. Это битва с тем сосудом. Посмотрим. Сейчас вдруг окажется, что он будет таким мощным, как Санцель, типа того. И мне будет очень тяжело его проходить. Даже не знаю. Да, будет хорошая идея написать фриск. И появится фриск вместо Криса. Там написали у них. Да уж, вот не поленился народ всё-таки сделать это дело. Только потому, что кто-то там предложил что-то в Дискорде. Жесть. Там есть кто-то на земле. Он похож на... Ноэлечку. Какого хрена Ноэль здесь делает? Что? Где я? Сидюй? Что происходит? Крис в порядке? Эй, остынь. Ладно. Ладно, это всё звучит странно, но мы в другом мире. А? Я снова сплю? Нет. Всё скучное и настоящее. Но на самом деле нам нужно найти... Постойка, кто это там за тобой? Ох, он такой миленький. На весь такой изгаженный в пылище. Он похож на ребёнка Криса. Эээ... Тебе лучше уйти от него подальше нафиг. А? Почему? Как раз вовремя. Ты в порядке, Крис? Фрис подходит к Ноэль? Да. Эй, круто. В общем... Я так рада, что ты в порядке, Крис. Ладно. Нет. Мы с этим дерьмом не будем разбираться. Сьюзи? Что происходит? Ты не видишь оружие, которое он держит? Ты имеешь в виду, что он хотел... Сьюзи. Почему-то не остановила его. Он буквально социалпат. И я не хотела, чтобы меня выпотрошили... Выпотрошили типа того. Какой поворот. Крис? Ты думаешь то, что я думаю? Я так думаю. Разобьём его сердце и скажем ему держаться подальше от нас. Ну, я бы так не сказал, но да. Походу Крис знает про нашу решимость, что мы не можем быть убиты. Ну, ладно, урод. У тебя есть два выбора. Ты либо отвалишься, либо ты получишь звездюлей. Делай свой выбор. Мы не можем. Ну, хорошо. Пора умирать. Эх, обломали. Гастер нас похитил. Ну, походу, всё само разрешилось. Но неплохо, неплохо. Мы так всё альтернативе им, не правда ли? Ну, как мы и сказали, нас ждёт только одна битва. Давайте-ка же её заценим, раз такое дело. Эх, а было бы прикольно подраться с Крисом и Сьюзи. Блин, это была бы такая шикарная идея. Но, блин, разрабы обломали, обломали нас. Ладненько. Постараемся как-нибудь сами. У-у-у, нифига себе. Ну да, походу, это реально будет у нас альтернативная битва, блин, с Сансом, не знаю. Приёмы у него уже другие, гораздо более мощные. Он стоит высоко над вами. Ничего, лечилки у меня все на месте, я ничего не использовал. Поэтому посмотрим, может быть, у меня всё получится с первого раза, а может быть и нет. Так. Или, может быть, этот приём, он так и так показал бы, просто мне его не повезло не увидеть, я не знаю, конечно. Да вроде нет. Сам по себе какой-то мощный и опасный приём, так что... Постараемся выжить в этой финальной опаснейшей битве, которая будет явно сложнее, чем битва с Сансом, и битва с Паулой, и битва со всеми, с кем только можно, вместе взятыми. Посмотрим. И вообще, как не стыдно тырить атаки у Асгора, а? Как так-то? Ты же всего лишь сосуд человека, а не здоровенного жирного козла с пивным брюхом. Такс. Ну, музон, в принципе, тут не особо оригинальный, просто тема ядра немножко ревикснутая, поэтому я не вижу уже смысла молчать, когда можно немножечко потрендить напоследок. Так. А так у нас всё равно никаких нет магических, поэтому ТП нам, в принципе, нафиг не упало, можно было бы его и отключить. Но, блин, эта битва будет длинной, по поводу хорошо я сделал, что немножко решил повырезать тут того и другого. Но ничего, пока что справляемся без проблем вообще. Какая-то слишком халярная битва. Я уже боюсь представить, что меня сейчас в конце ждёт. Ну, помимо вот этого, конечно, очевидного поворота со Скором. И со Зрелем. В принципе, разрабы, конечно, не постеснялись накопипастить тех или иных атак у персонажей Андертейла. Ну да ладно, я лично не против. Такс. Понятное дело, что нарисовать миллион уникальных атак это будет сложное дело. И проще немножечко чё-нибудь покопипастить каких-нибудь приёмщиков. Такс. Сейчас бы главное не сдохнуть, а то мало ли. Придётся ещё всё это перепроходить. Да, нифига себе, в этом, конечно, всё больше и больше атак. Ой, блин, я чё-то туплю. Не то сделал, нужно было по-другому. Так, прошу прощения. Давайте сожжим пирог, раз такое дело. Чё уж мне уберечь сейчас. Да, хреново не получается вспоминать, как там оно работает. Да, нужно не двигаться во время синих, а двигаться во время оранжевых. Но почему-то я делаю всё наоборот. Потому что я уже поехал на практику. Вы же понимаете, что я тут играю с поехавшего маньяка. Так что вполне очевидно, что ждать от меня рациональных действий не стоит. Но в любом случае, это было занимательное приключение. Жаль, что оно уже закончилось. Я, в принципе, конечно, не отказался бы ещё немножко полюбоваться на всю эту красотищу. Посетить ещё какие-нибудь вселенные. И побегать в компании Сьюзи и Ноэль. Но придётся теперь ждать, когда же там выйдет фул-версия через сколько-то хз, сколько лет. Ну или, возможно, они будут каждый раз по одной главе добавлять. Не знаю, конечно. Это будет, наверное, лучше. Потому что, если они всё-таки не доделают проект, если всё-таки не хватит у них решимости его доделать, то, возможно, что мы хотя бы сможем поиграть в какую-нибудь там третью, четвёртую главу. И будет вот ещё немножко контента. Ну посмотрим. Я, конечно, не хочу капнуть. Просто я уж не особо верю в то, что такие интересные проекты фанатские могут дожить до конца. Но так это или нет, мы узнаем позже. Независимо от того, что я здесь трендю, а вам в любом случае могу только сказать спасибо за то, что вы были со мной и смотрели этот летсплей. Сейчас мы с ним закончим и покинем Дельта Тревеллер хз на сколько. Если я что-то упустил, то уж извините, упустил. Я не хочу снимать ещё 50 серий. Нам достаточно. Готов. 0 XP и 20 опыта. Всё, замочили для галочки этого товарища нашего сосудово... Сосудово... Сосудного... Ну, короче, и пофигу. Такс. Пора заканчивать с этим. Мы вполне неплохо справились. Конец. С Альфухой так и не увиделись, конечно. Столько трендежа было, что мы должны увидеться с королевской учёной или королевским учёным, потому что вроде бы Альфуха в этот раз не заняла гастера в этой вселенной, не заняла место гастера в этой вселенной. Но я хз, мне честно говоря влом выяснять. Главное, что вы просили, требовали от меня снять Дельта Трэвеллер, и я это сделал. Заснял. Запарился за сегодня, снял эти 7 серий. И нормально. Хм... Похоже, что ты наконец-то пришёл. Позволь мне представиться по-нормальному. Меня зовут доктор Васян Димона Гекастер. Я весьма удивлён исходом этого эксперимента, особенно тем, как трудно было его делать. Мои силы не так полезны, как хотелось бы. И тем не менее, это был успешный эксперимент. Но... Это не главный эксперимент, который я провожу. Ты должен везти Война в Дельта, в эту самую локацию. Ты должен попасть сюда без моего вмешательства. Они должны встретиться со всеми трудностями путешествия. Серые двери — твой единственный путь к прогрессу. Но я так думаю, что ты уже слышал это раньше. Не то, чтобы я это мог знать, конечно же. Видимо, это насчёт наших сейвов, да? Тем не менее, я хотел покомментировать аспект этого эксперимента. Твой путь. Выборы, которые ты делал, чтобы прийти сюда. Итак, в отличие от моего главного эксперимента, я заметил... Я... Посчитал монстров, которых ты поубивал. Ты поубивал 52 монстра в своём путешествии. Это весьма интересно. Эм... То, как далеко ты готов зайти, чтобы получить силу. Убийства, манипуляции. Эм... Вселения. Прямо сейчас я чувствую ещё одно присутствие внутри тебя. Одно настолько... Оно настолько... Жестокое и желающее покончить со всём. Совсем. Мстительное, точнее, да. Кратце концов, ты ведь убил их лучшего друга. Ну, можно было меня остановить, раз уж такое дело. Ах, я так полагаю, что он меня тоже слышит. Давно не виделись, не так ли? Эх, и текст это чисто для него. Обидно. Ну, независимо от твоего пути, есть лишь одно, что нам нужно сделать. Нам всё ещё нужно завершить этот эксперимент. И затем, когда мы закончим, мы пойдём нашими раздельными путями. Ну что, начнём? Он хотел подраться или типа того? О боже, ты можешь заткнуться? Тут типа три утра. Это ещё что за хрень? Почему здесь оно, он, ребёнок Крис здесь? Ты что, настолько поехавший? Давай с этим по-быстрому закончим. Ну, закончим, раз такое дело. Ах, к Ноэль нас не пускают. Или что это за чел похож на Ноэль очень сильно. Так, ну вот и всё. Мы прошли Дельта Тревеллер и так и сяк. Прошли и Орфбаунд Пацифиста, и Орфбаунд Геноцид. И прошли этот хардмод, он действительно оказался не таким уж хардовым. Я ожидал, что тут будет реально прям фанатские хардмоды, потому что... Я же знаю, что есть эти фанатские проекты, которые делают именно хардмодные всякие битвы и прочие ужасы. Которые я ни за что проходить не стану, разумеется, нафиг мне не нужно это. Я просто ожидал, что здесь будет такой же хардкор, а оказалось, что нет. Казалось, что здесь всё гораздо проще. Ну, тем не менее, ладно. Вы просили, я заснял для вас этот летсплей. Теперь хотя бы никто не будет от меня требовать снимать Дельта Тревеллер, потому что я его заснял. Я сделал это, я забил на всё и снял эти 7 серий за сегодня и те 3 серии в прошлый раз. Итого получается ещё 10 серий. То есть, если разработчики будут выпускать и дальше, и дальше новые главы, то в следующий раз мы засядем, видимо, и счётом на 20-30 серий. Даже не знаю. Посмотрим, нас ждут новые миры, возможно мир Андерфелл, а возможно нас ничего не ждёт и разработчики просто забьют на это. Я пока что не знаю. Но если не забьют, то, конечно, будет здорово узнать об этом, о том, что они выпустили новую главу, и однозначно будет стоить её пройти. Нужно обязательно это сделать, потому что раз мы уже начали историю, нужно её прочувствовать до конца по возможности. Но получится это у нас или нет, я пока что не знаю. Поэтому давайте просто пожелаем удачи разработчикам, скажем им спасибо за то, что они сделали эту фанатскую игру, ну, вернее, первые две её секции, и будем надеяться, что они сделают всё остальное. Ну и спасибо вам всем тоже за просмотр, если вы были здесь со мной все эти, эм, сколько у нас там, 14 серий в итоге получится, или вроде того. И в любом случае надеемся, что мы однажды увидимся ещё в каких-нибудь летсплеях, в каких-нибудь играх, может быть это будет по Андертейлу, а может быть по Сонику, а может быть по Покемонам, или где-нибудь ещё. Но пока что я лучше отдохну этим летом от летсплеев, я по крайней мере смог до вас донести эту мысль, что летом снимать летсплеи очень тяжело из-за жары, и надеюсь, что вы это поняли. Может быть. Давайте мы это узнаем в следующий раз, посмотрим, сниму ли я что-нибудь ещё или нет. Спасибо за просмотр, и увидимся когда-нибудь в следующих играх. Субтитры сделал DimaTorzok